Власти США знали о нестабильности в арабском мире и предвидели волну революции, но хранили свою осведомленность втайне, опасаясь, что в случае утечки информации их союзники в регионе, лидеры взбунтовавшихся стран, предпримут невыгодные для Белого дома шаги. Представители американской администрации сообщили об этом только сейчас, когда процесс, что называется, пошел и смена власти уже случилась в Тунисе и Египте. А засидевшиеся режимы Йемена, Бахрейна, Сирии, Ливии и еще нескольких стран региона могут, по меткому выражению одного блогера, достаточно скоро мубаракнуться. В плане нового мирового порядка, в котором США надеются доминировать, очевидно и нынешняя повестка дня – создание Большого Ближнего Востока, подустойчивой американской властью, которая будет держать в своих руках основной контроль за движениями капиталов и энергетических потоков. Иначе Европа и Азия однажды смогут отказаться от американских правил игры. В эти правила, кстати, входит и постоянное поддержание нестабильности в опасных регионах и даже переформатирование умеренных режимов в радикально-исламистские. В главной площади Каира через неделю после отставки хостя мубарака египтяне празднуют освобождение, что, кстати, по-арабски и означает «тахни». На площадь свободы люди пришли с семьями, с маленькими детьми, почтили память погибших в дни революции и выслушали пятничную проповедь Юсуфа Аль-Кардави. Глава Всемирного Союза мусульманских богословов заявил, что революция одержала верх над межконфессиональной рознью, а мусульмане и христиане стояли бок о бок. Аль-Кардави считается представителем умеренного ислама, и он, возможно, как и Аль-Бородей, тоже будет претендовать на лидерство после внезапно победившей революции. Кто поведет Египет к новой жизни – это сейчас главный вопрос, пока опасения и ожидания политологов насчет исламизации и протеста не оправдались. Не были готовы братья-мусульмане. Нет у них харизматического лидера. Поэтому они себя вели, я бы сказал, достаточно мягко, по-умному. Я не исключаю, что сейчас они как-то перестроятся, что ли. И в итоге, я думаю, что в коалицию они войдут, потому что хотя бы минимум четверть населения, а то и большее в Египте, их поддерживают. Но это не те братья, которые будут сам бросать гранаты и требуют уничтожения Израиля. Египет находится на стыке арабского мира и европейского, поэтому успокоить его в нужном для Запада направлении – важнейшая задача. Госсекретарь США уже заявляет, будем помогать материально-демократическим реформам. Я рада сегодня объявить, что мы выделяем 150 миллионов долларов Египту, чтобы иметь возможность поддержать переход к новому режиму и помочь в деле экономического восстановления. Европе, скорее всего, тоже придется платить арабам за свое собственное спокойствие. В Италию уже переправились 5000 беженцев из Туниса. Правительство Берлускони требует финансовой помощи – 100 миллионов евро от Евросоюза. На фоне последних признаний лидеров Германии, Франции и Великобритании о провале мультикультурной политики, новая волна беженцев-мусульман может просто взорвать Европу. Конечно, это не в самое благоприятное время впало для Европы. Европа сама в дефиците экономическом, поэтому для экономики Европы это тяжело, для экономики Соединенных Штатов это тоже дополнительное время. Но, видимо, есть вещи гораздо более важные, чем экономические затраты. По принципу Думино страна за страной затягивается в смерч так называемых песчаных революций. Ливия, Алжир, Йемен, Бахрейн, Сирия и даже Марокко, Иордания, Иран, Ирак, Ливан. Сотни убитых и раненых пока относительно спокойно в самых богатых нефтедобывающих арабских странах. Но в Кувейте уже вышли на улицы бедуины и требуют дать им право на труд, бесплатное образование и медобслуживание. А саудовский принц высказывает опасения, что протесты могут случиться и в Саудовской Аравии, если король тоже не даст народу больше прав и свобод. Где-то нефти много, где-то нефти мало. В Алжире много газа, но там проблемы не решаются. Там, в самом праве, чуть получше. Значит, нефти в Египте, я бы не сказал, на 80 миллионов населения ее крайне мало. Это намного меньше, чем у нас. Там, где есть нефть, там, где есть, так скажем, разумные правители, всякие короли и миры, которые насобачились, простите за выражение, сочетать модернизацию и традицию, там, в общем, пока дела обстоят не так плохо. Но тоже есть свои проблемы. А где ничего нет, где нет полезных ископаемых, да еще где нет вот то, что, как это принято говорить на Востоке, мудрого правителя, а есть некие засидевшиеся стариканы, вот там возникают эти самые проблемы. Арабские восстания уже сравнивают с другими цветными революциями. В первую очередь, киргизской, и кроме реальных социальных причин, ищут конспирологические. Две основные версии – рука Вашингтона и экспорт исландской революции из Ирана. Иран, несомненно, создает то взрывчатое вещество в региональном масштабе, которое воспламеняется, а именно он формирует и настраивает, шиитские общины в арабских странах в направлении бунтов против действующей власти. Это мы наблюдали в Ливане, где проиранская, а я бы назвал ее не проиранская, а иранская, стопроцентно иранская хизбалла, ибо она и финансируется, и создавалась Ираном, по сути дела свергла правительство Харири. Эксперты полагают, что после восстаний произойдет передел власти и собственности внутри ближневосточных элит, и что вполне возможно объединение арабского мира. Президент Академии геополитических проблем считает, что 21 век – это эпоха не государств, а цивилизаций. Арабский мир, серьезно отстающий в развитии, в поиске новой модели своего будущего. По примеру Китая, который не отказался от традиции в пользу модернизации, арабы могут создать новый халифат под зеленым знаменем ислама. Но бояться этого не надо. В нем будет равномерное распределение прибыли от ресурсов и экономическое просветание, что само по себе исключает радикализм, экстремизм и терроризм. Западу выгодно сдерживать развитие исламского мира, чтобы они находились в состоянии той же нищеты, и свои все доходы от нефти, и саму нефть в основном ориентировали для развития западных стран. Посмотрите, что происходит в плане инвестиций даже. 21 арабская страна, но по совокупному ВВП, вот этот арабский мир немногим превосходит ВВП Испании. Логика простая. Если мусульмане не хотят вписываться в западную цивилизацию, то нужно дать им возможность построить свой новый благополучный мир на своей земле. К тому же вряд ли вкусившие сладость без цензурного интернета согласятся превратиться в мусульманское подобие Северной Кореи. Организаторами акции «Неповиновение в Йемене» называют «Исламскую партию Ислах», которая, тем не менее, ведет народ под экономическими лозунгами. Лидеры шиитской оппозиции, возглавившие восстание в Бахрине, тоже заявляют, что люди не хотят религиозного государства, а мечтают о светском и демократическом – хлеба мира социальной справедливости, долой коррумпированную власть и разбазаривание ресурсов. Возникают именно аналогии между событиями арабского мира и России. Ведь Россия тоже самое идет по пути деградации. Мы не наращиваем свой социальный статус. Ну и, по сути дела, мы являемся функционально тем же объектом, который поставляет ресурсы, обеспечивает и Запад, и Восток. В этом мы родственники с арабским миром последние 20 лет стали. А значит, и нас ситуация подобная арабская, она не минует. Она неизбежна и в России. Из-за революционного цунами в Персидском заливе цены на нефть растут, что для России хорошо. Помогут ли эти дополнительные доходы в бюджет сократить колоссальный разрыв между бедными и богатыми в нашей стране – не факт. Но в Москве сегодня, как в сказочном Багдаде, все спокойно. Ирина Близнюк, Владимир Ступкин. Главная тема.